Приветствую всех на канале ПВЗ Дичь. Сегодня я продолжу тему сражения загипнотизированных макак против всех зомби в игре. В прошлой части я устроил предварительный этап, в котором отсеял всех лишних мертвяков с помощью трех обезьян. Пройти этот отборочный круг смогли 25 разных видов зомби. Соответственно, сегодня они начнут со следующей ступени, на которой им противостоять будет уже не 3, а 4 обезьяны. К концу видео мы узнаем, какой из персонажей в игре сможет одолеть больше всего загипнотизированных макак. Попутно посмотрим, на какой цифре зомби остановятся. Не буду даже сегодня упоминать ни о каких ссылках, усаживайтесь поудобнее, давайте вместе смотреть за уничтожением мартышек в ПВЗ. Первым из 25 отобранных зомби в бой вступает один из базовых мертвяков. Черепоголовый динозомби смог выжить в отборочном этапе, но тогда он лишился своей брони. Сейчас же он лишился не только брони, но и своей жизни. Всего лишь одна макака была добавлена, а у нас уже первые потери. Логично будет следом выпустить еще одного базового зомби. Это римский Центурион, который немного прочнее Черепоголового. Но все равно еще не самый прочный из базовых, и как итог, этот боец тоже не смог устоять против напора мартышек. Все наверное решили, что я сейчас добью всю эту очередь из базовых зомби и выпущу Пирамида Голового. Но нет, я решил разнообразить компанию и заспавнил обычного газетчика. Мне показалось, что он убил двух обезьян, это лучше, чем результат предыдущих зомби, но все равно поражение. Консультантка в прошлый раз справилась за счет своей скорости и мощности укуса. В этот раз ей тоже почти удалось справиться, но все-таки одна макака выжила. Пока что счет 4-0 в пользу обезьян. Римский зомби в единственном числе не справился, быть может втроем у них получится. Если бы все три щитоносца обладали такой же броней, как Центурион, то без сомнения победа была бы за ними. Но они гораздо менее прочные, так что количество не сыграло роли. Однако три зомби это еще не предел. Отборочный этап прошли носители глиняных табличек в количестве 6 штук. Правда, 4 мартышки выкосили их словно траву газонокосилкой. Но, надо признать, мне понравилось, как это смотрелось. All Star чудом справился с тремя обезьянами. Большую роль сыграло быстрое уничтожение первой из них. Но вот против четырех у него не было ни единого шанса. Такими темпами все 25 зомби остановятся на этой ступени. Продолжаю призывать зомби из Modern Day и вот один из самых прочных представителей этой локации. Газетчик-ветеран, в отличие от обычного, имеет более прочную газету и она в итоге даже не порвалась под натиском четырех макак. Вот он первый зомби, который поднялся на вторую ступень. Ладно, я немного успокоился, теперь мы знаем, что видео точно не закончится на четырех макаках. Толкатель бочки тоже дает им бой, правда бочка не смогла задавить последнюю обезьяну. А как насчет зомби с защитным экраном? Этот протектор является ветеран версией. Обычного развалили мартышки даже в количестве трех штук. Ветеран же стойко держится даже против четырех. Тактика снова та же, обезьяны проникают в защиту по очереди, где трактор с ними сражается один на один. Вот только он все равно немного продвигается вперед и сам же делает себе хуже. Несколько макак атакуют совместно, что приводит к уничтожению техники. Давайте с ней и продолжим. Вслед за протектором-ветераном выползает робоконус. Однако эта машина справилась с отборочным этапом и в своей обычной версии, так что с нее и начнем. Двух врагов конусу удалось уничтожить, а далее жертвой стала уже и сама машина. Тогда в дело вступает более прочная модель того же самого механизма. Визуально ее сложно отличить от обычной, но скорость, с которой погибают обезьяны, говорит нам о том, что это действительно робоконус-ветеран. И он становится вторым юнитом, шагнувшим на вторую ступень. Дискотрон на этот раз был очень вредным. Даже несмотря на то, что я его спавнил, он никак не хотел отключать свою способность призывать дискозомби. Я решил, ну и черт с ним, пускай призывает. Я их просто не буду учитывать, все равно те летуны, которые были на одной полосе с обезьянами, не смогли помешать ему уничтожить саму машину. Дискотрон остается на первой ступени. Осталась последняя машина из будущего, если не считать робогарга. И этой машиной является меха-футболист. Трех макак ему удалось затолкать без труда, да и с четырьмя он, судя по всему, справится. Повреждения стали, конечно, уже серьезнее, но итог снова в пользу меха-футболиста. Вот у нас уже три зомби на второй ступени. Машины закончились, но я совсем позабыл об оставшихся базовых зомби. Пирамида Голубый попробует стать первым из этой категории мертвяков, кому удастся справиться с четырьмя макаками. Пробует и терпит поражение. Из базовых остался только шкатулка Головый, у которого ровно столько же здоровья и брони, как у предыдущего бойца. Но у него еще есть союзник в шкатулке. Сейчас нас ждет гражданская обезьяне война, в которой силы оказались неравны. Загипнотизированные взяли снова верх. Впереди остались разного рода громилы и еще парочка скилловых зомби. Задира-ветеран, на мой взгляд, является неким подобием меха-футболиста. Он тоже бьет одним ударом одну макаку насмерть, и здоровья у него тоже больше двух тысяч. Как итог, он повторяет успех спортивной машины. А вот у мини-гарга со здоровьем не так хорошо. У него его приблизительно в два раза меньше, так что надежда на скорость атаки. Размахивать битвой долго ему не позволили, и этот персонаж на вторую ступень не поднимется. Проверим следом его более крупного мутировавшего товарища. У этого со здоровьем полный порядок, плюс ко всему башкой он машет тоже очень быстро. Обезьяна разваливается одна за другой, и вот вам еще один зомби, добившийся успеха. Плавно мы добрались до всей этой гарга-компании. Следом я проверю самого обычного базового. Он не такой расторопный, как гарга-имп, но зато у него побольше здоровья. В общем, одно другое компенсирует, и этот здоровяк тоже проходит в следующий этап. Естественно, нет смысла тут проверять в таком случае роба-гарга и двух других еще более прочных разновидностей гаргантюа. Они проходят на вторую ступень экстерном. Из 25 видов нам осталось проверить всего лишь два. Первым идет Йети, у которого 6500 хп. При этом у него еще и укус мощнее, чем у большинства зомби. Все это позволяет ему легко разобраться с четырьмя мартышками. Ну и последним на проверку появляется Факир. У этого вообще все очень просто, и ему главное, чтобы враги не растягивались на большое расстояние. Четыре обезьяны для него сущая ерунда. Подведем итоги второго этапа. На вторую ступень смогли забраться 11 из 25 зомби с первой ступени. Больше чем в два раза сократилось число конкурсантов. Посмотрим, скольким из них удастся пройти испытание пятью макаками. Расположение спавна я решил для компактности изменить на вертикальное. И эта компактность, кстати, очень на руку Факиру. Хотя с пятью врагами он все равно бы справился. Просто у обезьян слишком высокая скорость. И даже при горизонтальном расположении они бы успели подбежать к пламени огнедышащего зомби. В любом случае, я изначально планировал проверить нападение обезьян именно кучей. Так что не вижу никаких проблем. Меха-футболист же с проблемами столкнулся. А главное, толкнуть он их смог всего лишь три раза. С пятью макаками он справиться не смог. Вот и первая потеря на второй ступени. Проверим вторую машину, которая прошла два первых этапа. Робо-конус-ветеран имеет повышенную прочность, но и атака у него тоже сильнее, чем у обычных зомби. И это очень важный фактор в сражении с обезьянами. Конус-ветеран снова вышел из боя победителем. Еще один ветеран, который остался в игре, это газетчик. В прошлый раз ему даже не смогли порвать газету. Смотрим за очередной битвой. На этот раз броня зомби потрепана сильнее, но все равно он сохранил свое спокойствие и смог подняться на следующую ступень пирамиды. Пока что увеличение с четырех до пяти обезьян доставляет зомбарям гораздо меньше проблем, чем у увеличения с трех до четырех. Только один зомби пока не справился. На очереди задира ветеран, и вот он-то забуксовал. Рука отпала, а затем он и вовсе погиб. Не хватило ему здоровья. Интересно, удастся ли обезьянам справиться и с другим зомби, который атакует при помощи мощного удара по одной мартышке за раз. Как я уже ранее говорил, гаргаинт не самый прочный из гаргов, но зато расторопный. И все же прочность оказалась более важным аспектом, так что этот головастик не выжил. Есть вероятность, что и базовый зомби не сможет устоять. Если честно, не помню, сколько макак этот гаргантюа смог уничтожить в одном из первых моих видео на канале, где я всячески его усиливал и заставлял драться с макаками. Сейчас же он разваливает четвертую обезьяну и, скорее всего, пятой тоже придет конец. Да, он справился. Соответственно, Робогард, Юрский и Дина Гаргантюа тоже закрепляются на третьей ступени. Последним на проверку остался Йети. И учитывая, как легко он растерзал четырех макак, я думаю, что у него не будет проблем и с пятью. Летят запчасти от мартышек. У снежного человека тоже появилось повреждение, но все равно он справился. Пришло время подвести очередные итоги. В ходе третьего этапа мы отсеяли меха футболиста, задиру ветерана и гарга импа. Остальные восемь зомби поднимаются на третью ступень и будут штурмовать четвертую, на которой их ждет уже шесть обезьян. Я при этом не обещаю, что все ступени на картинке будут использованы. На этот раз этап открывает газетчик ветеран. Пока что макакам не удавалось даже порвать его газету, не говоря уже о нанесении ущерба самому зомби. Однако в количестве шести штук они явно портят чтиво быстрее. Более того, они порвали газету, но с яростью озверевшего газетчика справиться им не удалось. Хотя давайте будем честны, обезьяны были очень близки к победе и на следующей ступени газетчик явно будет повержен. Как думаете, справится гаргантюаш с шестью мартышками? Эта проверка реально для олдфагов. Даже я сам не помню то видео, про которое упоминал пару минут назад. Начинает громила уничтожать врагов, ломает одну, вторую и третью макаку, а вот далее сам падает с оторванной головой. Шесть обезьян смогли добиться победы над этим монстром. Теперь придется проверять и всех остальных более прочных и быстрых представителей семейства гаргантюовых. Робо-гарк имеет точно такую же прочность, как и его более органический собрат. Вот только этот бьет с двух рук и должен быстрее расправиться с обезьянами, однако тут вступает в дело его тупоголовый водитель-шофер. Мало того, что он косоглазый, так он вообще в принципе непонятно зачем атакует лазером. Обезьяны, естественно, пользуются паузой и разваливают машину. Я пробовал успеть выкопать все провоцирующие его на выстрел растения, но этот сверхразум все равно решал атаковать лазером пустое место. Допуская, что при определенном желании можно постараться не дать ему выстрелить, но он меня что-то разозлил, так что пускай остается на этой ступени. А вот кто из гаргантюа имеет большие шансы шагнуть на более высокую ступень, так это юрский бугай. У него здоровье в полтора раза больше, чем у предыдущего конкурсанта, а это значит трех макак он убьет еще на первоначальном багаже, а далее останется расправиться с еще тремя уже за счет повышенного здоровья. Последняя макака осталась у ног громилы, и он ее успешно ликвидировал. Этот гарг реально поднимается выше, так же как и его римский собрат, у которого точно такое же количество хп. Снова на поле битвы робоконус-ветеран. С питью врагами он справился очень быстро, так что есть все основания полагать, что и шесть ему окажутся по зубам. Интересно, что именно против макак у таких зомби, как конус, факир и ети, есть преимущество над гаргами. Конус снова справляется, а у меня реально появилось желание, если уж не отдельную рубрику сделать из этой темы, то хотя бы отснять подобное видео не с макаками, а с какими-нибудь кусающимися зомби. Вслед за конусом появляется ети, который тоже легко добрался до четвертой ступени, и скорее всего на ней не остановится. Он тоже получает не самые серьезные повреждения, а макаки тем временем рассыпаются как песочные фигурки. Последним выходит на тропу обезьяни и войны факир, который имеет свой собственный способ борьбы с паразитами, и способ этот безотказный. Снова идем смотреть на пирамиду. На этот раз мы отсеяли только двух конкурсантов, а именно обычного и робогаргов. Остальные шесть зомби прошли в следующий раунд, то есть уже на пятую ступень. Семь обезьян, это серьезно. Представляете, суммарно они наносят урон 700 единиц за один удар. Но факира это не смущает, потому что он им просто не позволил нанести этот самый удар. Прошел огненный зомби без проблем дальше, а вот кто вряд ли поднимется еще хотя бы на одну ступень, это газетчик-ветеран. Он с шестью врагами справился на последнем издыхании, семь макак для него стали фатальными. Меня же больше интересовал юрский гаргантюа. Насколько удастся повысить результат этому громиле относительно его базового собрата за счет лишних 1800 хп. Пока что он добрался выше только на одну ступень. Что есть мочи, он отбивается от стаи озверевших приматов, но в итоге у него это не получается. Семь макак это страшная сила. Римского гладиатора можно было бы не проверять, но давайте не будем забывать, что гаргантюа из юрского болота отличается от римского своей медлительностью. Маловероятно, конечно, но вдруг этот фактор как-то сыграет роль. Не хочу, чтобы потом остались вопросы, так что смотрим за битвой и этого гарга, которую он тоже в итоге проигрывает. Ни один гаргантюа не справился с семью макаками. Их предел 6 штук. В отличие от других менее мощных, но зато более расторопных зомби. Против макак не нужно иметь какую-то запредельно мощную атаку в ущерб скорости, как это присуще задире или гаргам. Нужно просто иметь мощный укус, который будет убивать обезьян одним разом. Именно таким образом робоконус ветеран по-прежнему остается в игре и шагает на следующую ступень. В подтверждение моих слов, вот вам второй аналогичный пример. У Йети тоже повышенная сила укуса и тоже повышенная прочность. Собственно, противостояние Йети и конуса ветерана теперь сводится к тому, кто из них прочнее. Но главное, оба этих вида зомби проходят на следующую ступень. С семью обезьянами справились только три участника. Факир, Йети и робоконус ветеран. Они-то и будут сражаться на следующей стадии, которые, обращаю ваше внимание, будут в себя включать не 8, а 9 макак. Все потому, что с 8 справились все три вида этих зомби. Поэтому нет смысла показывать этот раунд. Переходим именно к 9. Как вы понимаете, кто-то из оставшейся троицы с 9 врагами не справится. Но кто это будет? Может быть Йети? Макаки лупят его без остановки и на этот раз наносят уже серьезное повреждение. Им удалось даже оторвать руку снежному человеку, однако победить они все равно не смогли. Хватит ли стойкости конусу, чтобы отбиться от этого нападения? Я думаю, пора раскрыть карты. И у Йети, и у конуса одинаковая сила укуса, а именно 300 единиц. Как раз столько, сколько составляет прочность макак. Но вот собственная прочность конуса на 2500 меньше, чем у Йети. И, соответственно, он терпит поражение в этом заочном противостоянии. Неужели Йети и станет победителем? Может быть, но узнаем мы это позже, потому что Факир так легко не сдается. Он одним разом сжег всю набегающую на него орду обезьян. В итоге у нас осталось только два зомби, которые разместились сейчас на предпоследней ступени. Как и в случае с 8 обезьянами, с 10 справились снова оба оставшихся бойца. Так что давайте перейдем к 11 и узнаем, а такое количество вообще кто-то осилит или у нас окажется двоевластье. Первым в бой вступает Йети. С 9 обезьянами он расправился, но лишился руки. При этом не забываем, что за кадром осталась битва против 10 обезьян. Они отняли ему еще больше здоровья, так что 11, возможно, станут непосильной для него задачей. Так и происходит. Предел Йети 10 макак. Но я также хочу сказать, что победа Факира тоже не гарантирована, поэтому все еще может быть ничья. Выпускаю этого змея Горыныча и что мы видим? С 11 загипнотизированными врагами он тоже без труда справляется, даже несмотря на то, что некоторые не полностью сместились на центральную дорожку. Вообще, этот зомби, очевидно, может уничтожить даже миллион макак, если те нападут кучно. Единственный шанс для приматов заключается в рассредоточенном длительном нападении. Нужно, чтобы Факир выпустил залп и взял паузу на новый вдох, но это уже противоречило бы моим же правилам. Макак я изначально хотел выпускать максимально кучно. Так что победитель сегодня один, и это никто иной, как Факир. Он единственный справился с 11 обезьянами и уничтожил бы гораздо больше, если бы мы ему позволили. В очередной раз этот зомби доказывает, что он один из самых неудобных врагов во всей игре. На этом моя двухнедельная проверка окончена, надеюсь, получилось что-то интересное. Если это так, то ставьте лайк. Можете подписаться и на канал, а я попробую придумать еще что-нибудь дичевое. Надо будет потом в телеге провести опрос, пытаться сделать из этого отдельную рубрику или хватит с нас и макак. На этом на сегодня все. Говорю вам пока и увидимся в следующей дичи.